Уже 13-й год на Брещине проводится творческий конкурс среди журналистов. Без преувеличения можно сказать, что это уже сложившаяся добрая традиция. Областной журналистский конкурс – это еще одна очень хорошая традиция нашей Брещины. И о том, что он важен, нужен, говорит тот факт, что и в нынешнем году более 100 журналистов приняли участие в конкурсе и порядка 15 средств массовой информации. Ну и, конечно, радует то, что награды, которые сегодня получат наши журналисты и редакции по решению профессионального жюри, они пополнят достаточно внушительную коллекцию наград, которые уже есть сегодня у наших журналистов, полученные именно на республиканском уровне. Но что еще хочу сказать? Все-таки, наверное, самую важную оценку в работе средств массовой информации журналистам дают наши читатели, слушатели и зрители. И мне кажется, что наши СМИ, они востребованы и из года в год подтверждают высокий, высочайший уровень брестской журналистики. В этом году авторы интереснейших статей и репортажей, рубрики и проектов в берестейских газетах, на телевидении и радио с великим удовольствием посетили город Барановичи, градообразующие производства, авиационный ремонтный завод и блокид, предприятия по выпуску хлопчатобумажных тканей. Именно они станут в будущих репортажах объектом пристального внимания. Смело можно говорить, что журналистский форум является не только эффективной площадкой для подведения творческих итогов, но и для заинтересованного обмена опытом главных редакторов, корреспондентов, фотографов, компьютерных дизайнеров. 13-ю церемонию награждения победителей областного соревнования открыл заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко. Много добрых слов прозвучало в адрес пишущих и снимающих людей, которые всегда на чеку, всегда в строю. Они – журналисты, заботятся о настоящем. Они в курсе всех событий. Люди должны получить достоверную информацию, и эту информацию должны получить в режиме онлайн, как говорится, фактически. Сегодня такие требования, в общем-то, времени. По-моему, вы абсолютно, как говорится, справляетесь с этой задачей. Ну, те моменты, шероховатости какие-то, над ними надо работать. То есть, конечно, все должны повышать свой профессионализм, все должны что-то придумывать, как говорится, дерзать и новые какие-то методы, формы внедрять. В общем-то, тут процесс, по-моему, непрерывный, творчество. Выступая перед журналистами, Олег Величко подчеркнул, что именно от работы представителей медиапространства во многом зависит уровень информированности. Складывается людское мнение о происходящем в стране, в области, в любом городе или маленьком селе. Несомненно, самый волнующий момент столь грандиозного торжества, на котором главные действующие лица журналисты, независимо от ранговой регалии, момент награждения. Высоких областных наград удостойны в этом году более ста человек. Телекомпании и редакции районных газет, журналисты, фотографы, ответственные секретари. На прещине хорошо известны такие имена, как Светлана Таболич и Елена Синявская, Евгений Литвинович, Виктор Василевский, пользуются популярностью репортажей и очерки Розалии Карпиш, Светланы Яскевич, фоторепортажи Валерия Короля и многих других. Среди победителей редакция областной газеты «Заря», региональные новины Полесья и Яновский край. Новости Бук-ТВ также отмечены специальным дипломом. Каждый год я задумываюсь о том, а что дальше. Каждый год появляются какие-то новые интересные проекты, и все время кажется, что вот, наверное, придет время, они темы себя исчерпают, и уже такого не будет. И каждый раз творчество, журналистское творчество, оно опровергает вот эти мои мысли. И каждый год при подведении итогов мы находим просто прекрасные и интереснейшие работы. Каждый год появляются новые интересные проекты, и я так думаю, что впереди нас ждут еще более интересные идеи. Всегда приятно видеть результаты своего труда именно в рамках тех коллег, которые рядом, которые живут той же жизнью, теми же проблемами, то есть как мы смотримся на их фоне, как освещаются какие-то, как решаются какие-то вопросы, как мы работаем с людьми, как информируем. Поэтому, естественно, это еще один такой важный момент, как оценка работы всего коллектива. Ведь это не только редактор, который приедет за наградой, привезет этот диплом. Это на самом деле нужно смотреть на эмоциональную составляющую, которую наполняет весь коллектив при получении этого диплома. Четвертой властью называют журналистов, и именно они являются примами и виртуозами, учителями и судьями в решении многих вопросов, в разрешении многих проблем. Поэтому столь важно уметь находить пути правильной подачи информации, уметь быть этичными и грамотными, чтобы не навредить, не скомпрометировать, не унизить и не оскорбить, кого бы то ни было. Конкурс хорош тем, что он предлагается в самых разных номинациях. То есть он не ограничен какой-то одной, двумя темами, пусть даже и самыми важными для нашего приграничного региона, но он дает во многом уникальную возможность человеку, работая в сфере СМИ, и зачастую занимаясь самыми разными темами, самыми разными материалами, все-таки выбрать для себя то единственное верное направление, которое наиболее близко ему, в котором он может наилучшим образом реализоваться. И можно сказать так, что подтверждением того, что у него это получается, наверное, можно считать награждение, которое традиционно проходит у нас в разных точках нашей области. Дипломами и денежными премиями были награждены все приглашенные на церемонию. Важно, что признание профессионального мастерства заслужили люди талантливые, люди, которых называют печатными богами и эфирными волшебниками. Приятным дополнением к насыщенному дню стала концертная программа, подготовленная молодыми артистами и, конечно же, добрые слова на путстве. Мне кажется, что здесь уместно сказать, что этот конкурс будет существовать еще и по той причине, что у нас в брестской журналистике очень хорошо сохранена преемственность. И сегодня, и каждый год на конкурсах рядом с маститыми авторами всегда есть молодые журналисты. Поэтому я искренне поздравлю сегодня на мероприятии всех с победой и уверена, что и в следующем году конкурсы сияют новыми гранями наших журналистских талантов. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.